МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И это послужило первым предвестником той бури, которая разразится впоследствии в душе гения. Дело в том, что в Германии 19 века были очень сильны антисемитские настроения. И мальчика в школе дразнили жиденком за то, что он носил еврейскую фамилию. От обиды Рихард наотрез отказался носить фамилию отчима и потребовал вернуть ему отцовскую. Вагнер обидел Людвига Гейра он незаслуженно, ведь тот всячески поддерживал пасынка в его стремлении к прекрасному. С детства мальчик проявлял тягу к искусству. Начинал с прозаических произведений. Свой первый роман Рихард написал еще учась в школе. Потом он стал сочинять либретто для опер. Это было весьма необычно для тех времен. Тогда композиторы не писали текстов. После окончания школы Вагнер поступил в университет. Все это время он работал над главным произведением своей жизни оперным циклом «Кольцо Нибелунга». В основе его лежат древние сказания, мифы германских племен и средневековая поэма «Песнь о Нибелунгах». Представьте себе историю о кольце власти Вагнер сочинил за сотню лет до Толкина. Золото Рейна открывает цикл «Кольцо Нибелунга». Вторая опера цикла «Валькирия» содержит визитную карточку Вагнера – сцену «Полет Валькирий». В 19 веке вагнеровская музыка была настолько революционной, что для постановки «Кольцо Нибелунга» по проекту композитора построили Байроидский оперный театр. Акустические эффекты концертного зала тщательно продумывались. Например, оркестровая яма была прикрыта козырьком, чтобы музыка не заглушала голоса певцов. Но гений этого человека шел рука об руку с его злодейством. В одном из музыкальных журналов вышла его статья «Еврейство в музыке». Он пишет. «Культурная жизнь немецкого народа полностью подчинена евреям, хотя они по своей природе могут только повторять и подражать. Но творить, создавать что-либо евреи не в состоянии». На одном из концертов Вагнер дирижировал итальянской симфонии Миндельсона. После представления кто-то из поклонников поинтересовался маэстро. «Ведь Миндельсон – еврей. Как же вы можете исполнять его музыку?» Вагнер ответил. «Это великая музыка. Но, как вы можете заметить, у меня на руках перчатки. Я надел их специально, чтобы не прикасаться к написанной евреям партитуре». Некоторые исследователи склонны видеть корни вагнеровского антисемитизма в его личной жизни. Он был женат на актрисе еврейского происхождения Мини Планер. И этот брак был для него кошмаром. Она постоянно упрекала его, в безденежье часто уходила и грозила разводом. От этого Вагнер вечно был в долгах, скрывался от кредиторов и даже сидел в долговой тюрьме. За свою жизнь Вагнер написал 13 опер, из них 8 стали классикой, а также несколько менее масштабных музыкальных произведений, включая либретто к операм, плюс 16 томов, статей, писем и мемуаров. Оперы Вагнера отличаются длиной, пафосом, эпичностью и гениальностью. Считается, что музыка не должна пересекаться с политикой и быть выше борьбы за власть. Но история с Вагнером это опровергает. Известно, что он был любимым композитором Адольфа Гитлера. Его произведения оказались очень подходящими для нацистского режима. Не случайно мистерии и оперы Ричарда Вагнера были в СССР долгое время под запретом и вернулись в репертуар отечественных театров усилиями поклонника его таланта Валерия Гиргиева. Субтитры создавал DimaTorzok